Дом по первой западной, двухэтажка 1949 года постройки. Стены шлакоблок. Капитального ремонта, по словам жителей, не было никогда. Еще в 2012-м, когда трещины в стенах стали слишком заметны, жители подали заявление на признание строения аварийным. Безуспешно. Экспертная организация, как уже нам говорили, занизила процент износа. И на стане этого дом не признали аварийным. В дальнейшем люди поверили в то, что еще возможно сделать капремонт. Но на тот момент и состояние дома было действительно другое. Они пытались добиться этого через сутки. В итоге добились. Дом поставили в очередь на капитальный ремонт на 2019-2020 годы. Этим летом к работам приступили. Но, утверждают жители, слишком поздно. Независимый эксперт провела оценку и поставила диагноз. Износ дома 85%, а допустимый предел 65%. Она уверена, ремонт лишь скроет изъяны, а сам дом продолжит разрушаться. Перекрытие все сгнили. А стены, самое главное, было построено дом в 1949 году с стеной шлака. Шлак по всем документам 30 лет только может быть. У нас получается 71 год. До нашего момента 71 год получается 30-30-60. Уже два с половиной раза весь шлак разрушился. Представители городской администрации, а также сотрудники МЧС, других ведомств, прошли по всем квартирам и пообещали в ближайшее время дать ответ на вопрос, признавать дом аварийным на этот раз или нет. При этом чиновники напомнили, не раз предлагали жильцам переехать на время ремонта или до признания дома аварийным в маневренный фонд или на съемное жилье с компенсацией. Но те упорно отказывались. С одной стороны, можно понять жителей, что они пытаются отстаивать свои права, но с другой стороны, я не понимаю жителей, когда им на голову может что-то упасть. При этом они не предпринимают никаких мер. У жителей своя правда. Варианты, которые предлагают власти, им категорически не подходят. Про маневренный фонд, если кому-то интересно, зайдите, пожалуйста, это бывшая пятая детская больница, где работал больше 30 лет рентген-кабинет, и они туда с единственным туалетом на первом этаже переселяют людей. Съем жилья, уверяют они, даже с денежной компенсацией, также связан со многими трудностями. Так что жители никуда не собираются съезжать и будут ждать, когда дом все-таки признают аварийным. Теперь ждут решения комиссии. Между тем, совсем рядом расположен аналогичный дом, построенный с разницей в год. Как говорится, смотрите, комментировать не будем. Кстати, это строение без проблем недавно признали аварийным и расселили. Илья Кочетков, Александр Антропов. День с толком.